Виталий Серебренников Азербайджан, в первую очередь, родина, в которой мы родились, родину не меняют, как и мать, как и родители. Эта родина останется навсегда родиной. Россия, конечно, это историческая родина, тоже родина, историческая родина наших предков, поэтому она непосредственно является тоже родиной нашей. Основная часть жителей села Малакани, которые прибыли сюда из центральных губерний России почти два века назад. Притесняемые во времена Екатерины Великой, как вероотступническая община, в Южном крае они долго переселялись с места на место, пока не выбрали для себя Исмайлы с его плодородными равнинами, прозрачным озером и огромными пастбищами. Село стало называться Ивановкой с 1840 года по имени основателя поселения Ивана Першева. Здесь, на Ивановке, у нас проживают разные нации, лезьины, русские, азербайджанцы. Проживаем мы всегда, проживали по-братски, как и, наверное, везде в Азербайджане, республика братства. Поэтому у нас нет разделений русский, кто по нации. Так в мире и гармонии жители села Ивановка проводят будние праздники. Собираются вместе, встречают гостей, а приезжают сюда гости очень часто. Самобытность села, живописные места привлекают и местных туристов, и зарубежных. Проводятся здесь и различные форумы, и симпозиумы. В эти дни Ивановка принимала первый международный научно-практический семинар художественных руководителей домов культуры. То, что сегодня проходит такой семинар, первый семинар художественных руководителей, конечно, и здесь, в азербайджанскую страну, надо отметить то, что они новаторы в этом плане. И обобщают опыт не только у себя в стране, но и выходят за пределы, чтобы изучить достижения других стран и применить у себя. Одной из тем обсуждения явилось привлечение подростков и молодежи в селах к домам культуры. Сегодня мир очень динамично развивается, очень сложно конкурировать с интернетом, с гаджетами, с вниманием, то есть то, чем сегодня занят молодой человек. Поэтому у дворцов культуры очень серьезная роль на то, чтобы привлекать молодое поколение. Жители села Ивановка всегда чувствовали о себе заботу государства. Именно благодаря вниманию руководства страны к решению их насущных проблем здесь созданы все условия для развития молодежи. И немаловажное место среди проектов занимают программы по обеспечению занятости, досуга, образования представителей молодого поколения. Основной вопрос – это совершенствование работы, совершенствование оказываемых услуг со стороны домов культуры. Это один главный вопрос. И второй принципиальный вопрос – это какие меры необходимо предпринимать, какая политика нужна для того, чтобы привлечь молодежь в наши дома культуры. Мы должны представлять такие виды услуг, мы должны организовывать такие мероприятия, чтобы быть интересными тем, которым сегодня 7 лет, тем, которым сегодня 15-20 лет. Для привлечения молодого поколения к культуре и творчеству в селе Ивановка функционируют различные кружки, а также музыкальная школа, где дети и подростки получают уроки игры на фортепиано, гармонии и других музыкальных инструментах. Эсмира Алиева, Эльнара Мамедова, Фируз Рагимов, Сибиси.